Третий день турнира Роспросжел по хоккею с шайбой окончательно и бесповоротно решал судьбы команд. Обратный отсчет начался по традиции с самого утра. 9, 8, 7, 6, 5. А кто четвертый и третий покажет игра между Горьковской и Южно-Уральской магистралями. На табло 0-0 вбрасывание борьба началась. 6-2 в пользу Южно-Уральской магистрали и они уже едут забирать медали за третье место. Награждают команды почетные гости турнира Роспросжел. Впервые в этом году провели мероприятие, проводим сейчас мероприятие на Кубок Роспросжел по хоккею. Это один из самых зрелищных и любимых россиянами, железнодорожниками видов спорта. Но на наш взгляд, наверное, все-таки первый блин не комом. Думаю, что турнир удался. Такая связь через спорт профессионалов с любителями, с действительно теми, кто работает на железной дороге и каждый день, выполняя этот нелегкий труд, имеет в том числе еще время и волю для того, чтобы вечером пойти и поиграть в хоккей. А тем временем на лед готовятся выйти фавориты железнодорожного турнира. Матч обслуживает главный судья соревнований Юрий Аскирко и его бригада. Напряжение на скамейке, пристальное внимание зрителей и свисток судьи понеслась. Северная дорога начала осторожно, а Октябрьская сразу пустила нападающих в бой. Осторожность взяла вверх, и Алексей Панов воспользовался ошибкой игрока сборной Октябрьской магистрали. Обыграв двоих соперников, разглядел свет между щитками голкипера, куда и отправил шайбу, ознаменовавшую взятие ворот Максима Щетинина. Вдохновившись забитой шайбой, команда СЖД стала чаще атаковать, создавая один опасный момент за другим. В начале второго периода Октябрьская магистраль начала игру довольно резво, и с Северной приходилось отбиваться. Результата долго ждать не пришлось. Алексей Полийчук, самый молодой игрок сборной Октябрьской железной дороги, посадил на шпагат вратаря Северки и порадовал свою команду голом в ворота против хозяев турнира. А через полторы минуты ответную шайбу увидел за своей спиной голкипер сборной Октябрьской магистрали. Алексей Панов реализовал дубль и повез свою пятерку на смену. Несмотря на попытки сравнять счет, на перерыв команды ушли подгорящее на табло цифры 2-1. Наставления получены, открываются калитки, команда выходит на решающий период турнира. Шайба активно перемещается по льду, залетая в гости то к одним, то к другим участникам финала. С ростом напряжения росло и количество удалений, но численное большинство так и не удалось никому реализовать. И чем ближе к окончанию третьей 15-ти минутки, тем активнее болельщики поддерживали команды. На последних минутах тренер Октябрьской берет тайм-аут и снимает вратаря. Вбрасывание в зоне СЖД чуть не обернулось голом в противоположные пустые ворота. До конца главного матча турнира 10 секунд и сборная Октябрьской железной дороги начинает последний штурм ворота соперника. Нападающий успевает бросить по воротам, но Александр Шурыгин вовремя смыкает щитки и накрывает шайбы. Ликуют зрители, не могут сдержать эмоции почетные гости турнира и уж тем более победители. Традиционная гора радости, фирменные бейсболки, дань и уважения болельщикам. Хоккей в Ярославле на северной дороге это самый престижный вид спорта. Потому что мы без хоккея себя не знаем, не понимаем и не видим. Локомотив это наша команда. Локо вперед! Я просто горел желанием. Я хотел, я ждал, я мечтал об этом турнире, об этом кубке. И я, честно говоря, в ребят верил вообще до последнего, до самого. Я знал, что мы выиграем, победим. Потому что это наш дом, это наша арена. Три дня первого в истории Роспрофжел кубка по хоккею с шайбой, конечно же, вымотали спортсменов. Но согласитесь, усталость приятная. Ведь каждый игрок, покидая лед, хотел бы вернуться скорее обратно. В эти сладкие моменты победы, в печаль поражений и поддержку товарищей по дороге, в эмоции болеющих за тебя людей, способных заставить команду полностью изменить ход игры. Вернуться на лед можно будет. Ведь кубок-то не последний.